Хоза, курица, индейка фаршированная, выхухоль сибирская, тушканчик необразованный, куропатка обтрёпанная, пипука выхухлядская. И вот примерно ещё минут 10 вот так Катя разговаривала с этой чексой в красном платье. Одна другую оскорбляла, другая одну оскорбляла, но в итоге они как-то сошлись и договорились то, что вот эта чекса придёт Кате на маникюр послезавтра. И нам с Катей пришлось как-то отмазываться, почему мы не можем принять её сегодня, потому что грабитель с бабулей почему-то спрятались за нашей кроватью, мы так и не поняли почему. Но мы сделали вид, что в нашем салоне никого нет, отмазали как-то вот этого чувака в балаклаве и бабку, мафиёзник с чексой ушли, а мне предстоит серьёзный разговор с мужиком. Почему же он спрятался от этих людей? Как в итоге выяснилось, чувак в балаклаве это грабитель, и он стыбзил тачку у этого мафиози с чексой. Я не стал сдавать его в полицию, а предложил ему сделку. Как только тренер с его женой откроют свой с фитнес-клуб и маникюрный салон напротив нашего, я позову грабителя, он придёт и сделает маленькое такое ограбление. После этого мы с Катюхой собрались и пошли на днюху к Вовочке, мы ему обещали то, что придём. Мы пришли, поздоровались, Вовочки там не оказалось, и пошли переодеваться в наши костюмы. У меня Человек-паук, у Кати зебра. Только проблема небольшая возникла. У Кати бегунок в молнию не вставлялся, и я пытался его вставить. Послушай, как это выглядело со стороны. Пихай, ну сильнее, дави сильнее, прям, прям давай. Да я вставляю, да оно не залезает туда. Ну уже, давай, 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 опаздываем. Да он слишком, подожди, я понимаю, что мы опаздываем, сейчас вставлю, подожди. И в тот момент сзади нас стоял Вовочка и воспитательница, и они вообще не поняли, что мы там делали. Никакие бегунки в эти замки мы не вставляли, они подумали совсем о другом. Да, там можно было подумать, что я что-то другое вставляю, а не бегунок в замок. Что было дальше, узнаем в этой серии. А, да это вы не то, что подумали, это просто бегунок в молнию. Это вообще, не, я как бы понимаю, что со стороны это кажется, ну, немножко странно, вот, но это вообще не то, честно. Ну, Вовочка, ай-яй-яй, могли в другом месте, тут дети. Что в другом месте, костюмы напяливать, да поэтому мы как бы и зашли тогда в туалет. Мама, папа, вы мне тут сестренку делаете? Какую сестренку, да костюм, вот, вот. Девочка, заткнись, пожалуйста, вот, оберись, Кать, оберись. Вот, у нее расстегнутый костюм, ну, в смысле, у нее расстегнутый костюм не потому, что я его расстегнула, а потому, что она не смогла его застегнуть. Поэтому я ее здесь не вставлял, ну, в это, бегунок в молнию. Это вообще не то, что вы подумали, честное слово. Костюм у вас фиговый, он с замками сломан. Да, 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 конечно, бегунок бегает. Ваша девушка орет на весь детский сад. Да у меня моллуй, застряли волосы в молнии там, больно было, конечно. Ну, давайте мы вам половину волоса дерем и посмотрим, как вы здесь кричать будете. Да вы что, ну вы что, ну вы что, ну вы что, да вы воспитанные люди, вы думаете, мы каким-то подобным будем заниматься? Мы вообще-то на работе, подумайте. В детском садике, да это нельзя вообще, вы что думаете? Ну ладно, не мое дело, ну вот именно. Вот именно, вот именно. Подожди, подожди, Катя, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Вовочка, Вовочка, сынишка, упаси Господь. Спускайся на первый этаж, сейчас будет очень такой большой тебе подарок. Давай спускайся, готовь всех остальных детишек. Катя, иди сюда. Да, вы воспитательница, мы же как бы в прошлой серии же прочитали вот это стихотворение, которое вручную сами написали, а Вовочки не было. Поэтому мы с Катюхой немножко лоханулись. Спускайтесь на первый этаж, мы сейчас спустимся так же и прочитаем повторное стихотворение. Надеемся, что Вовочка... Да, да, приготовьте там все, пожалуйста. Это же все-таки наше авторское стихотворение, хочется, чтобы все было на высшем уровне. Да, да, да. Ага, хорошо, я пока что все подготовлю. Давайте, давайте, давайте. Так, Кать, включай вот этот, где он находится у нас, стихотворение это? Я вроде ВК тебе доскидывал. В этот праздник, день чудесный, это вот это вот, да? Да, 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 Вовочка взрослее стал, мы подарим. Да, 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 все, приготовь и пошли, давай, быстренько за мной. Сейчас мы, короче, Катюх с тобой отмучаемся тут, ну сколько, ну 5-10 минут, вот сейчас стихотворение зачитаем, Вовочки, подарок сделаем и свалим. Конечно, быстренько прям, чик, и все. А вот и мы, дети, не ожидали нас увидеть. Смотрите, какие костюмы, какие костюмы, спудермен и девушка-зебра с открытой спиной. Покажи-ка, это задумка такая, это не мы просто дураки, которые не смогли застегнуть костюм, это такая задумка. В общем, Вовочка, похлопаем, похлопаем, Вовочка, именинник наш, иди сюда, подойди, подойди, Вовочка, сюда подойди. Будем тебе тянуть киши, сюда подошел, давай, Катя, начинай читать. Давай, Вовочка, ты готов, Вовочка? Вовочка, ты готов? Ой, я так волнуюсь, так волнуюсь. Давай, 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 давай. Не умирай. В этот праздник день чудесный, Вовочка взрослее стал. Мы подарим тебе стул прелестный, деревянный, как металл. Пусть он будет верным другом, пусть в обиду не даёт. Пусть всех тёлочек с района тебе в гости приведёт. Бобочка красавчик местный, всем по башне надаёт. Пусть сегодня в день рождения ты себе семью найдёшь. А то заколебал, мы тебе не папа, никакие не мама. Мам, пап, спасибо вам за поздравление. Да, пожалуйста, пожалуйста, вот стул. Вот стул, Вовочка, садись, как тебе подарок. Долго выбирали, обыскали весь детский магазин. Я вас очень сильно люблю, и мы тебя, Вовочка, тоже не любим. Спасибо, ну в смысле, ну не в том плане, ну как бы, ты же нам всё же не сын. Вовочка, как тебе стул? Нравится? Если что, это... Паразмерчику, паразмерчику, да? Прям самый раз подходит, самый раз. Всё, хорошего вам праздника. Как говорится, цветы, это дети, точнее, дети, это цветы жизни. А мы сваливаем отсюда домой. Всё, пошликать. Да, всё, приятно было поознакомиться. Праздник хороший выдался, всё. Чё, э? А, ну да, мы же деньги забыли. Пять тысяч. А, точно, деньги. Уходь, спасибо, что напомнили, спасибо, что напомнили. По пять тысяч. Вы куда? Куда пошли? Ну, домой. Как бы пять тысяч давайте, мы праздник провели, там Вовочка заплатили. В смысле, я вас наняло, чтобы вы развлекали детей? Вы аниматоры. А, я же зебра, точно. А, то есть, а я думал, что праздник заканчивается на том, что мы про стихотарение прочитаем. Идите, веселите, за что я вам деньги плачу. О, я же говорила тебе, ну надо... Да подожди, Кать, пять тысяч на дороге не валяются. Сделайте всю работу, заработайте пять тысяч. Вот о чём я говорю. Эм, так, дети, вот сейчас будет лучшая часть нашей передачи, ну в смысле нашего праздника. Жрать. Все за стол. Пшух, улетели. Каждый отрезает себе по кусочку, по маленькому кусочке. Вовочке самый большой кусочек. Слышь, ты голубенький, слезь отсюда, да, уступи Вовочке, пускай он сядет. Вовочка, садись, а ты можешь на вот эту, на Кока-Колу присоедать. На пол, да, или на пол присоедать. Все, давайте, все кушаем, кушаем, стучим вилками, стучим ложками, все, кушай, да, ура, кушать, все. Все, иди сюда. Тей, 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 тей. Что такое? Ну и что нам делать? Ну смотри, она хочет у нас какие-то, какие-то конкурсы, какие-то... Я не знаю, какие конкурсы. Нам реквизиты нужны какие-то. Реквизиты нужны. Ну, ну тут шарики. Шарики и стул с кактусом. Кто-то может жопой на кактус есть, ну это максимум, что мы можем придумать. Или жопой на шарик. Или жопой на шарик можете... А, кстати, они же могут жопами на шарики садиться и типа якобы их там лопать, да? Это травмоопасно. Это травмоопасно. Это вот слишком травмо... Знаешь, что я придумала? Ну? Гонку на байках и на велосипеде на моем. На моем байке и на твоем велосипеде? Это не травмоопасно. То есть то, что они жопой будут лопать шарики, это травмоопасно. А то, что они будут кататься на моем байке, там где 200 лошадиных сил, это не травмоопасно, да? По твоей логике. Это супер идея. Кто быстрее доедет, тот выиграл. Пойдем, это азарт, азарт. Бабская логика, ладно? Дети, у меня для вас есть небольшое приложение. Кто хочет поучаствовать в суперскоростной гонке? А? Первый конкурс у нас на празднике сегодня. Первый конкурс. Проходите все, кто хочет. Все, кто хочет. Естественно, то, что первым у нас будет кататься Вовочка, потому что Вовочка сегодня у нас именинник, поэтому Вовочке я дам свой байк. Но перед тем, как я ему дам свой байк, я покажу, как он работает. Кать, давай ты тоже продемонстрируй. Ты кого выбираешь? Кто будет на твоем байке? Так, я выбираю... Так, Дашенька, Дашенька, давай, я выбираю тебя. Дашенька, Дашенька, подойди сюда. Пойдем, это твой транспорт на сегодня. Смотри, Вовочка. Правую вот эту шнягу зажимаешь, она газку прибавляет. Левую шнягу она тормозит. Вот, а если сразу два нажать, это дрифт такой небольшой. Вот, смотри. Видишь, Вовочка? Вот. Угу, Дашенька, Дашенька, вот. Это велосипед, колеса крутишь, едешь, ясно? Смотри. Вот там, да, там инструкция быстренькая. Так, вот сюда и вот сюда. Кать, это электрический, на бензине трехколосный велосипед. Садитесь, садитесь, садитесь. В общем, короче, это у нас драк рейсинг. Кать, иди туда ко второму... Я беда, да, да. Да, ко второму фонарю. Короче, я буду начинать старт. На счет три я машу рукой. Кто первый доедет туда до второго фонаря, тот и победил. Все всем понятно? Вовочка, Вовочка, ты помедленнее. Тут все же 200 лошадок. В пол педаль не зажимай, а то снесет тебя просто. Давайте. Раз. Два. Трис. Давай, 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 Вовочка. Я сказал педаль в пол не зажимать, он уже на финише. Вовочка, ты меня чуть не сбил, бешеный ты ребенок. Ты смотри, Вова, Вова, Вова. Я ж тебе сказал не зажимать педаль в пол. Вернемся. Дашенька, Дашенька, куда ты поехала? Слезь с велосипеда. Вовочка, ты... Да Вова! Все, все, все. Да слезайте, дети ненормальные. Все, тихо, демоны. Успокойтесь. Так, Вовочка победитель. Вовочку можно поздравить. Поздравляем Вовочку в комментариях. Так, поздравь Вовочку. Вовочка, как бы, сегодня день рождения. Надо поздравить. Вовочку все поздравляем с днем рождения, с твоим годом. Так. Все, я больше не хочу продолжать этот конкурс. Дашенька, ты где там? Дашенька, иди сюда, возвращайся, Дашенька. Дашенька, велосипед на родину, пожалуйста. Медленная какая. Кате просто больше идет этот велосипед, чем тебе. Она туда прям хорошо так вписывается. Конечно, когда подарил сам этот велосипед, будешь хвалить его. Ага. Все, 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 все внутрь, все. А, подожди, Катя, я же забыл то, что я еще взял там возле дома, я взял там еще батут. Куда бы их поместить? О, батут. А сейчас у нас, дети, второй конкурс. Батут. Все запрыгивайте, и все прыгаем высоко, высоко. О, фи, не, это скучно, не хочу, фи. О, сожрались уже дети. О, чесвэшные дети. Мы с Катей, мы уже старики стариканские, нам по 24, по 21 год, и нам весело прыгать. Катя, спускайся со второго этажа. О, ладно, все, пошли тогда. Скучно им. Тогда заходите, давайте внутрь. Катя, а если им скучно, какой нам еще один конкурс придумать, а? Сейчас, подожди, надо у воспитательницы спросить, может быть, у нее есть что-то, я не знаю. Все за стол, все за стол, воспитательницы. Есть какие-то реквизиты, я все понимаю то, что, как бы, конкурсы на нас, но нам нужны какие-то реквизиты. Мы с шариками вряд ли что-то можем сделать. Мы думали по поводу того, чтобы жопой их лопать, но, как бы, Катя говорит, это травмоопасно. У меня только бумага и карандаши есть. Во, отлично, конкурс рисунков, давай. Так это, это то, что нам нужно. Давай, 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 давай. Опа, оп, оп, оп. Я, как человек, который учился рисованию, объясню правила. Давай. Все вокруг карандашей сели, в круг, все в круг, дети. Катя, держи бумагу, раздашь детям и объясни правила, я пока здесь потанцую. Чего здесь нажимать надо? Итак, дети, я профессионал в этом деле, сейчас я вам расскажу, как нужно рисовать, а вы будете это делать. Вот вам бумага. Бумага, бумага, бумага. А вот карандаши, рисуйте. Детишки, такая задача. У вас есть тут одна-две минуты, чтобы нарисовать лучший рисунок вашей жизни. Все, на меня не смотрите, рисуйте, давайте. Пошли-ка. Тихо, тихо, тихо. Ну, слушай, это лучший конкурс, который только мог быть. Просто дать детям бумагу, чтобы они что-то рисовали. Так надо было не две минуты давать, а два часа отдохнули бы. Тут точно. Ладно, поздно уже. Ну, как бы, а что мы здесь два часа будем? Просто сидеть уже ночь на улице. Ну, в смысле, не ночь, а вечер. Сейчас мы их немножко утомим, они там порисуют, потом, может, ничего, какое-то одно испытание, один конкурс устроим. После этого уже домой потопаем. Пять тысяч заберем. Ладно, все, давай. Мне кажется, они там ничего не успели нарисовать, но ладно. Дети, время вышло. Хоть две минуты не прошли, но зато мы проверим, насколько хорошо вы умеете рисовать. Да, у нас честные конкурсы. Кто первый? Давай ты, Мишаня, иди сюда, иди сюда. Выбрасывай, выбрасывай, что ты написал. Демонстрируй, демонстрируй. Так, это у нас... Мишаня! Что это? Объясни, пожалуйста. Кому-то... Поджопник дать? Гриб? Гриб? А, переверни, злочок. А, это... Это перевернутый гриб. Ну, ты как-то, Мишаня, в следующем... Это мухомор, да? Или это вот этот... Опята? Опята? Не важно. Ладно, все. Ну, такой рисунок, немножко двухсмысленный. Так, следующий у нас... Давай, Лерочка, Лерочка, иди сюда. Давай, показывай свой рисуночек. Показывай, Лерочка. Ага. Лерочка, расскажи. У тебя детская травма какая-то? У тебя родители бьют? Психиатр. Или это у тебя под кроватью живет? Это мой друг. А. Ага. Слушайте, мне кажется, у Лерочки психическое расстройство. Пожалуйста, вызвайте завтра психиатра. Чтобы он ее там немножко подлечил. Мне кажется, с ней точно не все хорошо. Все хорошо, Лерочка, Лерочка. Только главное спокойствие. Спокойствие. Садись возле детей. А лучше вдали от детей, чтобы им там никакого вреда не причинили. Да, лучше, Лерочка, вот, уйди отсюда. Уйди вообще лучше с детского садика домой. Вовочка, иди сюда, выкидывай свой рисуночек. Я поставлю его. И выбрасывай. Давай. Так, Вовочка, наверное, нарисовал что-то очень... Слушай, ну пока что это лучший рисунок. Хотя бы у Вовочки психического расстройства нет. Лера, выйди на улицу, пожалуйста. Ой, Вовочка, Вовочка. А кто это четвертый? Лера, я пошутил. Мама, папа, это мы с вами. Ага. А вот этот вот... А четвертый? А это моя будущая сестричка. Сделайте ее, пожалуйста. Он хочет, чтобы мы ему сестренку сделали. Да, он хочет, чтобы мы ему сестренку сделали. Вовочка, ты не наш сын. И сестру мы делать не собираемся тебе никакую. Вовочка, ты молодец. Рисуешь, в принципе, со всей этой шайки. Рисуешь очень даже хорошо. Так, Никита, ты следующий. Я не успел. Ой, Никита, Никита. У него пустой лист бумаги. Он даже полоску ни одну не нарисовал. А где воспитательница? А у Никита тут у нас задержки в развитии небольшие. Мы выявили. Да, он вообще рисовать за две минуты даже ни одну точку не нарисовал. Так, в следующий раз, Никите, пожалуйста, торт не давайте. И последний, кто у нас? Где Лера потерялась? Лера! А, вижу, ладно. Лера, мы пошу... Нет, Лера, куда ты пошла? Мы пошутили. Да иди сюда, всё хорошо, Лера. Просто поменьше с другими детьми разговаривай. А так, в принципе, всё хорошо. Иди сюда, Лера, иди сюда, садись возле детей. Не надо никаких гулять. Ты ещё встретишь своего друга случайно на улице? Дашенька, ты осталась, Дашенька. Показывай свой рисуночек. Выбрасывай его. Так, что у нас нарисовала Дашенька? Ля, какой! Кать, ты это видишь? Я сейчас просто в шоке пребываю. Ты, ты, походу, потеряла все слова, да? Потому что ничего даже не говоришь. Ну, здесь определённо лучший художник. Это Дашенька у нас просто молодец. Я ей даю медленные аплодисменты. Дашеньке в следующий раз самый большой кусочек торта. Дашенька, ты прям огромный молодец. Дети, все за стол. Все за стол, дети. Быстро. Снова жрать, снова жрать. Снова жрать, снова жрать. Чё, как думаешь, как думаешь, у нас нормально получается вести праздник? Я, я думаю, то, что... Да, воспитательница, всё хорошо. Мне кажется, что можно уже потихоньку закругляться. А то уже как-то много мы здесь провели. Уже, вот смотрите, уже скоро новое утро будет. Слушай, а может быть нам своё агентство праздников открыть? Кстати. Ну, слушай, давай мы спросим подписчиков. Ребята, вот смотрите. У нас скоро, скоро появится маникюрный салон и также компьютерный клуб. Вот как думаете, возможно, когда-нибудь в будущем, если у нас хватит средств, Может, мы откроем агентство праздника? Ты будешь зебра. Мне кажется, вы вообще профессионалы. Ты всегда будешь зебра, я всегда буду вот этим сиктерменом. Ой, ладно, это лирическое отступление. Нужно что-то ещё придумать, какой-то конкурс. Завершающий. Ну, мне кажется, стул должен сыграть свою роль. Как думаешь? Дети, дети. И напоследок, напоследок у нас конкурс. Где стул? Так, всё, убираем карандаши, убираем карандаши. Все вокруг стула, все вокруг стула. Так, смотрите, что мы с вами делаем. У вас есть где-то здесь магнитофон или какой-то про... А, вот, кстати. Так, смотрите. Я включу музяку. Я включу музяку. Во время того, как музяка будет играть, вы медленно-медленно ходите вокруг стула. Как только она прекратится, кто-то из вас должен первым успеть сесть на этот стул. Кто успеет, тот и победитель. Всем всё понятно? Так, давайте все вокруг стула. Я сейчас включу музыку. Давайте. Раз, два, три. Ходим, 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 дети. В одном направлении на стул не залазим. Вокруг стула, вокруг стула. Не надо муслевать. Послушный. Послушный, давай. Как овечки, смотри. Тун-тун-тун-тун-ту-ду-ду-ду-ду. Не та музыка. Воспитательница. Где воспитательница? Воспитательница, мы за свою профессиональную работу требуем еще немножко надбавки. Потому что, как мне кажется, мы отлично занимаем детей каким-то делом. Всё, вырубай музыку. Опа! Мишаня! Мишаня победитель! Так, у нас сегодня много победителей. И Вовочка, и Дашенька, и Мишаня. Пипука, настоящая пипука. Согласен. Мишаня, ты большой молодец. Слушайте, ура, это мой стул. Ну как, как твой? Ну да, он же, он выиграл. Это его стул. Как бы он выиграл, молодец. Всё, Мишаня, давай слезай. Это стул Вовочка. Ой, ладно, пусть они сами разберутся. Уже взрослые люди, блин. Так, всё. Всё, воспитательница Микаса. Подошел вопрос оплаты. Я победил этому стул, Вовочка. Отстань, Мишаня, этому. Да дети, да нормальным человеческим путем. Разберитесь, чей это стул. Да пусть учатся, пусть учатся решать конфликты. Учитесь решать конфликты. Хорошим способом. Всё, воспитательница. Да, без драк. Без драк. Так, пять тысяч, пожалуйста, мне. И пять тысяч, пожалуйста, Кате. Плюс пять в карман. И ещё. Плюс пять в карман. Это где-то примерно... Это мой стул собак. Ого. Так, потасовка. Махач, махач. Дети, я ставлю 200 рублей на Вовочку. Вовочка, задери ему задницу этому Мишане. Я за Мишане, я за Мишане. Мишане, давай. Ты за Мишаню? Ты нашего недосына предаёшь? В смысле? Дети, ну успокойтесь. Дети, куда вы на второй этаж-то побежали? Дети. Ай, ёперный театр. Да хватит уже, ну успокойтесь. Воспитательница. Мы вообще-то не воспитатели. Мы аниматоры. Вы воспитательница. Вы должны решать эти проблемы. Сейчас я... Тихо, тихо. Я уберу вот это. Господи, это что вообще такое? Кто их научил такому? Да шкаф-то зачем сломали? Лерочка, подбери шкаф, подними шкаф. А радиатор зачем слом... Аккуратно! 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 ВОВОЧКА! Ты за... Дети, уйдите от окна! Уйдите, уйдите от подокон... ВОВОЧКА, ядрить тебя в батут. Мешать отойди. ВОВОЧКА, ты нас до инфаркта так почти довёл. А вот... Ты упал? То есть вы... Вы подумали то, что Вовочку с... Ёперный дурдом! Какать, валим с этого... Это... Как будто день в аду провели. Сатаны мелкие! Да как это можно? Да вы меня до инфаркта... Ты понимаешь? Ты понимаешь, если бы ты батут не поставил? Что бы было? Так я об этом говорю, они подумали то, что Вовочку с окна столкнуть это нормально. А потом ещё и меня столкнули, да? Вовочка, ты реально мне что-то до инфаркта... Своего сводного сына чуть не потерял. Слушайте, пора сваливать. Да, я уже не могу здесь находиться. Это сатанистский бал какой-то. Ну пошли, всё. Вовочка, мы тебе желаем удачи. Скоро тебе там лет 5-6 годиков? Расти большой, отращивай зубки свои. А то только один зубок. Я с вами пойду. Нет, 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 Вовочка, оставайся здесь. Вы большие молодцы, справились с работой. Приходите ещё. Спасибо, но нет. Спасибо, в следующей жизни. Пошли. Ой, Кать, мне кажется... Что? Вовочка с нами хочет пойти. Давай потихонечку, потихонечку. Нет. Где мой велосипед? Где мой велосипед? Где мой велосипед? Иди за велосипедом, блин. Вовочка не в этой жизни. Так, друзья, так, спасибо, это моё. До свидания. Вовочка, только посмей за нами поезжать. Какой папа Эдди? Какая мама Эдди? Какая папа Катя? Вовочка, нет! Ё, пердите от воспитательца. Заберите своего пацанка этого, Кать. Сваливаем. Всё, бегу, бегу, бегу. Точнее, еду, еду на своём мото-велосипеде. Всё, 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 всё. Мы спасены, мы спасены, мы спасены. Не день, а дурдом. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...